Здравствуйте, дорогие друзья! Я Нателла Болтянская, и мы продолжаем для вас цикл передач, посвященных самым замечательным, самым известным и самым талантливым авторам российских песен, а именно Барда. И должна вам сказать, что многие песни в процессе путешествия по свету утрачивают авторов. Вот знают народную песню «Я в весеннем лесу пил березовый сок», знают народную песню из фильма «Офицеры», знают народную песню про Одессу-маму. И мало кто помнит, что замечательный автор, голланднейший кавалер, изумительный словотворец, если можно выразиться так, Евгений Агранович. Сегодня я с удовольствием представляю Евгения Даниловича здесь, в студии, которую на самом деле и студии это нельзя назвать, потому что это уютный дом актера на Арбате. Итак, сегодня у нас в гостях Евгений Данилович Агранович и большое спасибо руководителю гитарной школы Центра авторской песни Александру Николаевичу Костромину, который любезно согласился саккомпанировать. Ну давайте мы начнем уж хулиганить так хулиганить. Мы как-то сидели с Александром Николаевичем в небольшой компании, или читали что-то за несколькими столами, в нашем клубе, и недалеко, там, рядом со столиком сидел Городницкий. Ну я и говорю, не ему прямо, но так, чтобы он слышал. Говорю, иногда спрашивают, что это авторская песня? Говорю, ну, Городницкий, снег, 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 снег. И он мне тотчас отвечает. А иногда говорят так, что это Агранович, пыль, пыль, пыль. Вот это именно, братцы, так и есть. Значит, вот первая песня, которая в моем, так сказать, репертуаре, или патронташе, если можно так сказать, да, была в 1938 году, песенка, которая называлась «Отец и мама». Я еще тогда не был в отеце, и соавтор мой, Борис Смоленский. Было же меня на годы тоже в отеце не бывало, но мы, значит, с ним написали в моем такую песенку, которую, значит, вы сейчас и услышите, говорят, она уже довольно долго прожила. Она была не казенная, без пачки, без печати. В тумане тают белые огни, сегодня мы уходим в море прямо, поговорим за берега твои, ой, 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 родимая, моя, Одесса-мама, мне там знакомо каждое дно, там девочки портовые такие. Больше мне не пить твою вина, ой, 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 и к лёжам не ультюжить мостовые. Сама госперт, старик госпополит, и чьим в Одессе стреланные нервы, в своих трудах упрел, говорит, ой, 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 Одесса-мама, номер первый. Был Одиссей, бесспорно, Одессит, за этого не может быть сомненья, а Сашка Пушкин тем и знаменит, ой, 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 что здесь он вспомнил чудо мгновенья. Ты мне один единственный маяк, мне жить теперь так хрюстно и аккуратно, ой, о, Брахмонес, мамочка моя, ой, ой, мамочка, ради меня обратно. Вот такая была песня, веселая и смешная, вот и соавтор мой был, Борис Смоленский. А главное, что мне нравится в этой песне, что оба автора на момент написания представляли себе Одессу чисто теоретически. Да, в литературе, потому что очень много было знаменитых писателей оттуда, мы любили и Багриевского знать наизусть, вот и всё. И наверняка Бабеля, и вообще всё приятно. Но я должна сказать, что есть вещи, которые наш сегодняшний гость Евгений Агранович представляет себе далеко не теоретические. И особенно это важно, учитывая тот факт, что сегодня всё меньше остаётся людей, которые не теоретически представляют себе, что такое Великая Отечественная война. И вы автор знаменитой песни, песни из кинофильма «Офицеры». Да, конечно. Но я немножко погодя. Сейчас вот в литературе я хочу, вы упомянули «Берёзовый сок», я тоже хотел бы его всё-таки показать, потому что со многими зрителями я, как говорится, встречаюсь, видимо, впервые. И всё-таки мне хочется, чтобы вы, ну что ли, живьём увидали. И знали, что это не Ножкин. Всё-таки хорошо. Потому что очень часто говорят, что автор этой песни Михаил Ножкин. Михаил Ножкин её часто исполняет. Да, ну чём он очень хорошо, ну и исполняет её прекрасно, он спел её в картине очень хорошо. Но он стал забывать одно слово, он всегда говорил в концертах, а сейчас я вам спою свою любимую песню и пел её. А потом одно слово стал пропускать, он стал говорить, а сейчас я вам свою свою песню и пел её, значит, ходил с ума. Вот такой вот случай, но вместо, ну я надеюсь, он на меня не обидится, дело прошлое. Я в весеннем лесу пил берёзовый сок С виноглядной пивуньей в столу ночевал Что имел, потерял, что любил, не сберёг, был я смел и удачлив, а счастья не знал, не носило меня, как осенний листок. Я менял города и менял имена Надышался я пылью заморских дорог Где не падали цветы и блестела луна И окурки я за борт Просал бы океан Проклинал красоту Островов и морей И бразильских болот Малерийный туман И вина кабаков И тоску лагерей Зачеркнуть бы всю жизнь И сначала начать Прилететь к ненаглядной Пиву не поищем Да вот только узнает ли Родина мать Одного из пропавших Своих сыновей Я в весеннем лесу Пил берёзовый сок Я хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня Евгений Агранович и Евгений Данилович Я всё-таки хотела бы воспользоваться Нашим с вами эфирным положением Если так можно выразиться И попросить вас вспомнить Тех пропавших сыновей О которых может быть не помнит никто И прежде чем прозвучить сегодня Вот вы просто начали с таких Как говорится стопудовых хитов Прежде чем прозвучить песни из фильма Офицеры Я хочу чтобы вы сказали Что-нибудь про тех пропавших Пропащих сыновей О которых может быть никто не знает С удовольствием Добрые люди Ну в общем считается Считается По крайней мере на уровне молодёжи И ребят которые ходят в школе Конечно пишут что-то И о том о чём я хочу сказать Но очень мало и редко В общем в публике сложилось впечатление Что Великая Отечественная война Началась с подмосковного нашего наступления Что 41-го года Это несчастного печального Вроде и вовсе не было А ведь это очень много судеб И очень много людей Я вижу как-то внутренним взором Как говорят Вижу многочисленные дома Какие-то маленькие домики Сёла, деревни, пригороды Где где-нибудь за зеркалом Или за божницей До сих пор хранятся Какие-то пожелтевшие Отписки Разных инстанций Пропал без вести Да, без вести пропавший В списках не значится И так далее И в общем Эти семьи ничего не получают И считалось по-сталински Что если кто-то сдался в плен Значит предатель А если пропал без вести Значит воюет на стороне противника Я думаю что давно пора И пришло такое время Когда всё-таки надо сказать Наконец Что эти люди Может быть миллионы Которые не вернулись И не похоронены И ничего мы о них не знаем Что они далеко не предатели Что они как раз спасли Россию И выиграли войну Вот А чем я это докажу? Докажу Где у меня документы с печатями И не надо мне никаких документов Достаточно вам Слечить две цифры Китлер должен был По его бандитскому плану Должен был Оказаться Под стенами Кремля Через три недели А оказаться Через шесть месяцев Да куда же ушли Эти двести дней? Понимаете? Почему-то не прокатились Танки Гудериана Как по Европе По нашим Так сказать Русским гуверниям И за эти Шесть месяцев Многое Чего случилось Так что я, ребят Хочу обратиться Ко всем И вдовам И сиротам И внукам Так сказать Где-то даже Может быть И правнукам Тех, кто не вернулся Гордитесь Теми вашими Родными Гордитесь Ими Вспоминайте их Так сказать С благодарностью И Верностью Их памяти Потому что Они В тяжелейших условиях Вот Но вот видите Они полгода Задержали Военную машину Фашистов Вот что я хотел сказать Ну и что Давай пыль, да? Сначала 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 От героев Былых Время Не осталось Порой Имян Тех, кто Придели Смертный Бой Стали Просто Землей И Травой Только Грозная Доблесть Их Поселилась В сердцах Живых Этот Вечный Огонь Нам Завещанный Одним Мы В груди Храним Погляди На моих Бойцов Целый Свет Помнит Их В лицо Вот Застыл Батальон В строю Многих Стар Друзей Узна Узнаю Хоть и мне Двадцати Пяти Трудный Путь им Пришлось Пройти Это Те Кто Штыки Поднимался Один Те Кто Брал Берлин Нет В России Семьи Такой Где Не память О Свой Герой И В глазах Молодых Солдат С Фотографии Увятых Глядя Этот Взгляд Словно Высший Суд Для Ребят Что сейчас Срасту И Мальчишкам Нельзя Ни Солгать Ни Обмануть Из Пути Свернуть И С большой Гордостью Могу Вам Сказать Что Есть Мы Видели И вот Фотографию Я привез Есть Могилы Созданные Вот В Московской Области Прекрасный Памятник Одно Сельчане Своим Невернувшим Сопоставили Вот И вот Тут На памятнике Цитируется Приводится Три строчки Из той Песенки Которую Вы сейчас Слышали Ну Вы знаете Вообще Очень трудно Сопоставить Сидящего Рядом Со мной Человека И Песню Которую По-моему Пол Советского Союза Пела Я Можно я вас Попрошу Больше Не подавлять Меня Своим Величием Нет Я не буду И спеть Пыль Потому что Эта песня Написана Вами Скиплингом Да Хорошая Союзник Между прочим Англичане Наш Союз Я же ее написал Не с Ширером Не с Йозом Ну Евгений Да А все-таки Скиплингом Ну Как вам сказать Это был Добровольческий Комсомольский Батальон Московский В первые же дни Войны Вот Где Вашу Погорную Услугу Назначили Запилары Ну Голос Был Довольно Сильный Очень Нахаренный Одно Из этих Качеств Я Вот Таким Уразом Значит Назначили Запилары В батальоне Какая Честь А что Мне кажется Пить Если Завтра Война Когда У нас Бой Пошлет Товарищ Сталин Гремя Огнем Свергая Врязком Сталь Победительные Шапкозакидательские Армия Отступала И звучало Бо это Братство Моей Очень Даже Неуместно Вот У меня Кручились В башке Слова Киплинг Незавнока Перед тем Прочитанный И вот Под стук Сапог Моих Товарищей По роте Под их Хриплое Дыхание И под Бой Отступление Если Позволите Вот Сложилась Во мне Сама По себе Как-то Мелодия Я И не Угадал Что Я Сочиняю Музыку А тем Неменее Она На своих Крылышках Нигде Не напечатана Сама Своим Ходом Пошла Широко И по Армии И Далее День Ночь День Ночь Мы Идем По Африке День Ночь День Ночь Все По Той Африке Только Пыль От Шагающих Собол Отпуска Нет На Войне Счет 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 Пулем В кушаке Веди Бог Дай Силу По Безумию Не Совсем Пыль 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 От Шагающих Сопол Отпуска Нет На Войне Днем Все Были Тут И Не Там Уж Тяжело Ночью Лег Враг Снова Только Коглуки Пыль 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 От Шагающих Сопол Отпуска Нет На Войне Я Шел Сквозь Ак Шесть Недель И Я Клянулся Там Нет Ни Тьмы Ни Жаровин Ни Чертей Только Пыль 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 Отжигающих Сопол Отпуска Нет На Войне Комиссар Сказал Хорошо Что Строевая Песня Но Слова Какие Не Наши Ты Чего Нибудь Я Чего Нибудь Уже Позже В 10 Армии Досочинил В догонку Киплингу Несколько Куплетиков Уже Рискованных И про Нашу Отечественную Байдал Приказ Жили Жаг Смар Жухой Но Гразит Нас Близкий Дым И Недовой Пыль 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 Отжигающих Сопол Отпуска Нет На Войне Пыль 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 Или Небы Этот Путь Боль 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 Отпусти Когда Неболь Пыль 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 Отжигающих Сопол Отпуска Нет Небой Нет Только Пыль Что Можно Собирать Что Можно Собирать В одиночке Пустой Холодный Полутемный Тут Отбирают Даже Клочок Бумаги Горелую Спичку Узник Собирает Пыль Узник Собирает Пыль На Пёрстах Неделю И Смочив Капли Воды Укладывает В узкую Ложбинку Между решеткой И рамой Окна К весне Эта канавка Заполнена Теперь Только ждать С той Жалкой Пайкой Вольного Наружного Воздуха Что Залетает В камеру Попадает Невидимая Пыльца Споры Травы И Однажды На рассвете Узник Видит то Чего Никому На воле Не разглядеть Рождество Травы Тут Лирик И Если Мне будет Позволено Могу ли я Попросить Вас Прочитать Стихи Одно Из моих Самых Любимых Стихотворений Про Рукояти Острие Ну Это у нас песенка Если Позвольте Мы ее Своим С музыкой Да И Кстати Это еще Одна Из песен Которые Утрачивают Авторы Потому что Очень часто Я слышу А кто Автор Этой Народной Песни Вот он Сидит Автор Смотрите И слушайте Любовь Стараясь Удержать Как саблю Тянем И ее Один К себе За рукоять Другой К себе За острие Один К себе За рукоять Другой К себе За острие Любовь Стараясь Оттолкну На саблю давим мы вдвоем, Один и ферзом другу в грудь, Другой под сердце острием, Один и ферзом другу в грудь, Другой под сердце острием. А тот, кто лезвие рукой, Не в силах больше удержать, Когда-нибудь в любви другой Возьмет охотно рукоять, Когда-нибудь в любви другой Возьмёт охотно рукоять Ему сжимающих металл Ему ничуть не будет жаль Как будто он не испытал Как режет сталь, как ранит сталь Как будто он не испытал Как режет сталь, как ранит сталь Но я вам должна сказать, что Частенько остаётся только позавидовать Помимо того, что вы пишете песни Я знаю, что многие ваши друзья Возят вам всякие корешки Причём не такие, из которых можно варить Какие-нибудь кладовские отвары А такие большие деревянные штуки Из которых Евгений Данилович делает Совершенно невероятные вещи Потом в вашей книге Обратила внимание я на такую вот Размовку Из меди, да, сделанная Такая, я тоже знаю, инсталляция То есть, что, слова мало? Ещё нужно что-то руками делать? Руки сами нуждаются Мужик должен делать руками Это очень плохо, если вам достаётся мужик Который гвоздя в севку не вобьёт Ну что это такое? Ну всякое бывает Может, он гений в другом деле? Вот именно что-то Гений надо быть В другом деле я знал нескольких И в других делах очень видных людей Не знаю, Михаил Ильич Ром Делал кресла, столы Вообще-то, работал по дереву Значит, там Ну очень-то Ну все, кто Я уж не говорю там Чтобы на скрипке играть там Великие учёные всегда И что это ещё? Вот Мужик нуждается в том Чтобы что-нибудь делать руками Как женщина Даже самая знаменитая И самая красивая Сейчас скажем Должна уйти Значит, я вас подвёл внезапно Да, немножко и есть Но я думаю, что это будет Но я не чувствую себя ущербно Тем более, что Понимаете как? Каждому своё И не женщина должна стирать Варить и жарить А тот, кто лучше делает Ну согласитесь Ну, может быть, конечно Будем ходить Значит, сначала будем спрашивать Да? А что у вас сегодня на обед? Не волнуйтесь Всё в порядке У меня глава семьи Это всё делала Илья Ильич А хотела всё-таки Попросить вас Чтобы мы вернулись Не то, чтобы даже К лирической теме Я знаю, что очень многие Ваши слушательницы Вот Абсолютно неадекватно На вас реагируют То есть, вроде бы Ну, большим вокалом Назвать это нельзя Не будем, да? Конечно Но есть что-то Есть какая-то чертовщина Я не знаю Записки на концертах Поступают? Да Подходит ли Особенно, может быть Не только в Москве Дамы, которые говорят Да вот Вы меня не помните А эта песня была Мне написана 30 лет назад 40 лет назад Нет, так прямо нет По телефону мне звонят Иногда очень Далекие, дальневосточные Люди, которые по телевидению Видят, да? Потом удивляются Что можно узнать И находит телефон Звонят Ну, я тут сказать Встречаться Как-то, в общем, избегая Страшно боюсь По телефону Разговариваю Охотно Посылаю Там Какие-нибудь Кассеты Или там Что-нибудь Диск Двухтомничек Что-нибудь пошли Кто-то помнит Кто-то помнит О нас Но поколение Я очень Старый, наверное, Ребят Потому что Уже Из всех Кого С кем я вместе Начинал В общем Вроде уже Никого нет Поэтому я считаю Что мне приходится Как бы Отзывание Поколение Говорить Хотя Слуцкий, например В институте Вот он прямо Открыто Писал Назначение Поэта Слуцкий Гульчицкий Всегда Ребята Вот От имени России Говорить Я этого никогда Не пробую Вот Но я думаю А от имени кого Вы говорите? Я и говорю От имени ветеранов Но как бы По поручению Я не думаю Что я Просто какой-то Вот Голос Поколения Я думаю Что я мятая Так сказать Вот Железная труба Ржавая В которую сигналят Вот Потому что В меня Дудело В меня Дудит Вот Все Чем Недовольно Скажем Вся эта братья Фронтовая Вот у меня есть Восемь строчек Если позвольте Я их прочитаю Конечно Вот Сейчас посмотрю Они как-то Очень интересно Начинаются Казалось Казалось Мощь страны Неистощима Но знамя славы Опустилась вмиг Коррупция Садизм Дедовщина Мы даже не слыхали Слов таких И если для того Чтоб славить с ними У вас Сыны мои Не хватит сил Мы Наши танки С памятников снимем И мертвых Призовем Из их могил Вот такой случай Автор Выражается Может быть и жестко Но вот таково Ощущение У этих Поделыв Но я вам должна Обязательно Напомнить Что Какие-то даже Понятия Упомянутые Вот Упомянули вы Например Танк Т-34 В Москве Есть музей И Одна из знаменитых Песен Михаила Ачарова Написана Именно про танк Т-34 Более того Наверное У каждого Своя война Но есть какие-то Вот такие вот Маленькие Маленькие точки Узнаваемые И ощутимые Ровно теми Кто через это Прошел А скажите Пожалуйста Вот когда вы говорите Мои коллеги Мои товарищи Кого вы имеете ввиду Вот кто ваши Там я не знаю Главные авторы Можете о них сказать Ну конечно Я в общем В общем Так сказать Я служил в пехоте Он Мне старший лейтенант Кричевской Краснознаменный 385-й Кричевской Стрелковая дивизия Ордена Кутузова Ну самое первое Своё стихотворение Помните? В литературном институте Первое Что было Как-то замечено И читалось Вот было Стихотворение Настройщика Вот Но оно Такое немножко длинное Если у нас Не так много времени Лучше мы с вами Споем про Сегодняшних Моих Так сказать Коллег С которым Я и сейчас Еще могу Повстречаться Когда у меня Есть стихотворение О морской пехоте Вот И о том Как Они пришли Повидаться В каком-то месте Боев Если вы Позвольте Я его очень Так люблю Такое стихотворение Я бы Поминуться В чем Вам можно отказать Ну вот Видите Как хорошо Да Чтобы повидаться Проститься Помянуть У бывших Ребят Несколько Морских Пехотица Съехались На тихий Парад Чисто Бритых Мытых Березок Привезли Их В лес За села Ровно Столько В роще Березок Сколько Здесь Бойцов Привело Однолетки Ровного Роста Золотой Лисой Шелестя Чайки Это Души Матросов А Березки Души Солдат Чайки Это душ Матросов А березки Души Солдат Чайки Это душ Матросов А березки Души Солдат Матросов Чайки Матросов А березки А березки Души Солдат Чайки Это душ Матросов А березки Души Солдат Я еще раз напомню Что у нас в гостях Сегодня Евгений Данилович Агронович И Вот знаете Каждое Наверное Поколение Каждое Время Человека На земле Имеет свои Достоинства И свои Недостатки Вот я знаю Например Людей Которые говорят Боже мой Почему мне Сегодня не 20 лет Я бы ездил на роликах Вот Если бы Если бы Вы родились Там я не знаю На 50 лет На 60 лет Позже Что бы вы Обязательно Сделали Чего бы вы Обязательно Не упустили Ну Пропустили У меня такое ощущение Что бы вы были Видным рокером Или может быть Даже пели рэп Ну как вам сказать Мне родители Когда мне было 5 лет Вдруг Значит Подарили скрипку Маленькую Так Четвертинку Ну вы представьте себе Мальчика Из хорошей семьи Который бы не мучил скрипку А я хотел Вот сейчас я думаю Вот это была моя ошибка Надо было попросить гитару Потому что В гитаре я через неделю Уже пел бы Для своих друзей А скрипка Только через 10 лет Можно так сказать Надеяться Что-нибудь Вот это Было такое упущение А так вообще Конечно Что было раньше Что я такое Не обязательно музыкальное Может быть действительно Ездили бы на роликах Чего бы Ни в коем случае Не отказались бы Да уж не знаю Я думаю Честно говоря Я думаю Что я ничего Особенно не упустил Надо было Постранствовать Больше по свету Но сейчас Только такая возможность Появилась Наверное И то вроде Некуда Ну а вот Как это некуда А в бразильских болот А там Просто у вас Много очень описано В Вами В Одессе-то хоть побывали Евгений Данилович В Одессе я побывал И меня торжественно Приняли Узнав Что я автор Одесса-мам Меня объявили Почетным гражданином Поднесли Местакан местного вина И повели по привозу По привозу Это местный рынок И велели указать пальцы На что я хочу У меня все покупалось Ну Евгений Данилович Есть еще масса городов На свете Можно написать Замечательную песню Про Лас-Вегас Можно написать Замечательную песню Про Париж У меня такое впечатление Что у вас поле деятельности Еще просто немеренное Как говорится Это без меня Много специалистов А я пишу о том Чего мало кто знает Я надеюсь Понимаете Какая-то штука Так что у меня Какие-то песенки Которые все-таки Я таких дубликатов Особенно Но их Конечно не вижу А так вообще Чем мы в общем Старые и слабее Мне даже от нынешней Новой техники Которую я не владею Никак не могу научиться Но мне она сильно помогает В личной жизни Ну например Знаете Пожилые люди Особенно одинокие Страдают тем Что начинают Вслух Сами с собой говорить Если вот идешь По улице Забывшись Начинаешь Что-то громко говорит На тебя глядываются Как сумасшедший На идиота А сейчас мне достаточно Вот так Приложить кулачок К щеке К скуле Я могу что угодно Громко Говорить сам себе Никто не оборачивается Все знают Что я разговариваю По мобильному Телефону Вот таким образом Меня новый техник Тоже утешает Хотела бы несколько слов Для братьев наших Меньших Но не для зверей А для детей Потому что Ваш персонаж Пиши читай Это на самом деле Важный очень персонаж В жизни каждого ребенка Особенно сегодня В эпоху компьютерную Когда они сначала Начинают Лупить руками По компьютеру А потом же писать И читать Я могу вас попросить О детских стихах Да Молюсенький моллюск У меня знакомых В море много Прямо ими я не нахвалюсь В том числе Миноги Осьминоги И молюсенький моллюск Та-ра-ра-ра-ра Па-ри-па-ра Та-па-ра-па-ра-па-ра Я и не бываю Одиногим А ведь это в жизни Кромный плюс У меня Миноги Осьминоги И молюсенький моллюск Не перебивая всю дорогу Разве что я сам Остановлюсь Слушают Миноги Осьминоги И молюсенький моллюск Их просить не надо А подмоги Их обоих драки Не боюсь За меня Миноги Осьминоги И молюсенький моллюск Вот и получается В итоге Люди просто Знаете, как свинка Как кори Они должны обязательно пройти Вот этот вот Первые две строчки Сложные на бумаге Скорее всего Неудачные И если они Перестали писать Ну значит Не судьба Все, переболел Свинка закончилась Пошел дальше Некоторые продолжают И это такой вот Классический вариант Юношеской отваги Потому что Молодой поэт Никогда не думает О том Рифмует он Любовь и кровь По первому Или по тысяче Первому разу Потом наступает Профессионализм Потом приходит Эдакая Пресыщенность Если угодно Вот я обращаю Внимание На вашу абсолютную Отвагу Все-таки Ну уже взрослый человек Уже взрослый мальчик Да И тем не менее Не страшно Не страшно Сказать что-то Что может быть было сказано До вас И делаете вы это В итоге по-другому Вот Поэзия Музыка Драматургия Что важнее всего На сегодняшний день Для вас Не потому что Я хочу чтобы вы выбрали Какое-то одно направление А просто Вот что-то Всегда воспринимаешь Как второстепенное А что ты сам Себе садишься И говоришь Вот это первое Вот это самое важное Что будет после меня Что для вас Все-таки Во-первых Должна быть Смысловая Нагрузка Песенка Должна что-то Открывать вам И читать Какой-то мирок Вот Конечно Владение стихом Так сказать Всякого рода Созвучия Да Просто надо Демонстрировать Технику пальцев Ну Миноги Осьминоги Малюсенький Малюс И пенсионер Тоже между прочим Очень изящный рисунок Такие вот вещи Конечно Это в наших руках И Вин Данилович К сожалению Время наше Истекает Хотя я бы еще С удовольствием Дня три И так просидела с вами Как минимум Лучше и побольше Хотела бы Напомнить Нашим уважаемым зрителям Что сегодня Мы находимся В замечательном доме Актера На Арбате И Арбат Это не только Вот историческое место Это не только Это еще и Один единственный человек Который О котором вы уже сказали Повторите пожалуйста Об этом самом Арбатском рыцаре Вот над нами Вот если можно было бы Видеть сквозь стены Над нами Или с Арбата Видно прекрасно В нижней пятого этажа Стоит фигура рыцаря Хранящего Видимо покой Этого дома И наш В том числе И вот мы с Александром Николаевичем Однажды Во время Какой-то был большой праздник По поводу Акутжавы Арбат был полным Народу Слева и справа Против театра Вахтангов Был помост Для нас построенный Два огромных экрана Показывали в свете Нашей физиономии Направо и налево А мы значит Вот несколько песен С Александром Николаевичем Спили Для переполненного Арбата И я указал Значит Нашим зрителям Что за их спинами Вот огляните Посмотрите Ближе пятого этажа Стоит бронзовая фигура Рыцаря Александр Я арбатский мальчик Вот пацан Арбатский Я тут вырос Седьмая школа моя На углу Кривоарбатский переулок Там где-то стоит Рыцарь Вот ваш Рядом тут ребята Тут все И я значит Давно знаком с этим Рыцарем Написал в нем песенку И я спросил его Рыцаря Не возражай Можно мы споем Песенку о тебе Вот И рыцарь Светлый кивнул Александр Николаевич Не даст врать Светлый кивнул Ну давайте Раз уж он кивнул Так что давайте попробуем С надменным видом Феодала Взирает рыцарь на арбат Вчера в гостях Мы пили ей Плясали лихо и хитро Троллейбус мы Пересидели И досидели до ветра Подруга тихая спросила Заветы рыцарства храня Конечно ты проводишь Милый пешком в сокольнике Меня постепи рыцарь на арбате Стоит на доме 35 Я буду спать в своей кровати А он вас может проножать Тут на углу под светофором Один невмер смелый тип С большим душевным разговором К прохожей школьницам прилип Она мне скрипнуть не посмела Я понял все этого взгляну И возмущенный до предела Я тут же за угол шернул Последний рыцарь на арбате Стоит на доме 35 С глядь С фандалом я совсем не кстати А он вас должен защищать Я в переполненном погоне Сижу удобно у окна А стоя рядом тихо стоит Старушка хрупкая одна Я не могу смотреть на это За вас в беде я постою Я вам спешу помочь советам И точный адрес вам даю Последний рыцарь на арбате Стоит на доме 35 Своё местечко на фасаде Он вам, мадам, готов отдать Конечно, песня вам солгала И краски слишком сущены Что больше рыцарей не стало Но быть вовсе не должны За эту шутку не судите Не принимайте крайних мер А рыцарей сколько хотите Я назову вам, например Последний рыцарь на арбате Стоит на доме 35 Его ещё на долго хватит Он годы может простоять Его ещё на долго хватит Он годы может простоять Последний рыцарь на арбате Стоит на доме 35 Он там Я напомню, что сегодня Нашим гостем был Поэт, автор песен Хороший человек Молодой и красивый Евгений Агранович И Александр Костромин Руководитель гитарной школы При центре авторской песни Который любезно и виртуозно Сопровождал Евгения Даниловича Аграновича Я Нателла Болтянская Не прощаюсь с вами Потому что нам с вами Ещё предстоит В цикле передач Об авторской песне Увидеть друг друга Услышать друг друга И спеть друг к другу У меня знакомых моря много Прямо имя я не так борюсь В том числе Миной Ась Миной И в больницу Сильки Молюска Тара-тара-там Парим-парам Там-парам-парам-парам Там-парам-парам-парам Продолжение следует...